В Балакове появится суд присяжных. Он заработает с 1 июля, и тогда подсудимые смогут выбирать, кто им будет выносить приговор – профессиональный судья или присяжные. И некоторые балаковцы уже получают письма с предложением стать присяжным заседателем. В рассылаемых письмах указаны в том числе, в частности, там не могут быть лица несовершеннолетнего возраста, это понятно, лица признаны недееспособными, военнослужащие, и ряд категорий лиц перечисленных, которые не могут быть присяжными. То, что установлено законом. Потом в процессе формирования коллегии присяжных заседателей, это уже в судебном заседании, соответственно, стороны имеют право отвести нескольких лиц, которые, может быть, им кажутся, например, предвзяты в силу отнесения к определенной возрастной группе, к определенному полу, ну и другим признакам. То есть, фактически, по своему желанию отвести цель формирования наиболее объективной коллегии, на их взгляд, присяжных заседателей, которые могут объективно рассмотреть это дело. Суд присяжных у нас существовал до этого на уровне областного суда за наиболее тяжкие преступления. Подсудимый имел возможность выбрать или, что называется, профессиональных судей, или коллегию присяжных заседателей. Сейчас это будет существовать на уровне районных судов с середины 2018 года. Коллегии присяжных заседателей не 12, а 6 человек. Соответственно, активизирована работа будет, я надеюсь, уже активизирована. Администрация составляет списки присяжных заседателей, потом эти, соответственно, списки передаются в районный суд. Районный суд уже вызывает присяжных заседателей. И, соответственно, я в том числе к гражданам обращаюсь с просьбой, так скажем, свой гражданский долг выполнить и так далее. Потому что, если не набирается коллегия присяжных заседателей, весь этот механизм запускается заново. Это приводит к длительным рассмотрениям уголовных дел, к невозможности защитить, ну, в каких случаях права подсудимого, в каких случаях права потерпевшего. Но в любом случае, получается, право гражданина на получение правосудия от государства нарушается.